ПАВИТРАПАНА ПУТРАДА ЭКАДАШИ Праведный царь Юдхиштхира беседовал с Господом Кришной и задавал ему вопросы об Экадыше, которые очень нравились Кришне, потому что Экадыше – это любимый день Кришны. ОМ ВАТХУ СУДАНА, – сказал Махарад Шьюдхиштхира, обращаясь к Шри Кришне. – Будь милостив, опиши, пожалуйста, Экадыше месяца Шаравана – июнь-август, тот Экадыше, который бывает на растущую луну. Шри Кришна ответил – Хорошо, дорогой царь, я с радостью поведаю тебе историю на этот Экадыше, называемый ПАВИТРАПАНА. Ты знаешь, даже просто слушать об этом Экадыше очень благоприятно. Просто слушая, человек получает то же благо, что и от Ашваметха Ягьи. В древности, на рассвете два параюги, жил-был царь по имени Махиджид, который правил царством Махишмати Пури. И хотя дела в царстве шли хорошо, и царь был удачно женат, и любил свою царицу, у него не было сына. И это так печалило царя, что чем больше проходило лет, тем мрачнее становился царь, тем безрадостнее казалась ему его жизнь. Царь говорил «Женатый человек, не имеющий сына, не обретает счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Кто же совершит по мне шратху, когда я уйду в мир иной? Кто освободит меня от ада, если я не имею сына?» Собрав на совет своих советников, ученых-брахманов, царь обратился к ним. «О, достопочтенные ученые-мужи! Я уже не молод, но судьба не подарила мне сына. Хотя я не совершал грехов в этой жизни, и в моей сокровищнице нет богатств, нажитых нечестным путем. Всегда я почитал брахманов, святых и полубогов. Я вел честные войны с другими государствами, следуя правилам и предписаниям ведического военного искусства для кшатриев. О своих подданных я заботился, словно бы о своих детях. Строг я был даже с родственниками и наказывал их, если они приступали закон. Если же мой враг был благороден и религиозен, я с честью приветствовал его. И хотя я вел праведную жизнь, и следовал предписанием вед, в моем доме нет сына. О, ученые-мужи, скажите, пожалуйста, мне причина моего наказания, и что мне делать, чтобы обрести сына? Брахманы, советники царя, не знали ответа на этот вопрос. Они собрались в паломничество и посетили ашрамы многих мудрецов в поисках ответа. Судьба привела их к ашраму прославленного мудреца Ламаши Риши. Этот Риши был аскетичен, чист, самоудовлетворен и строго следовал обетам поста. Он полностью владел своими чувствами, победил гнев и преуспел в исполнении дхармы, в совершении своих предписанных обязанностей. Ламаши Риши был знатоком вед, а продолжительность его жизни была очень длинна и равнялась жизни самого Господа Брахмы. Мудрец знал прошлое, настоящее и будущее. По завершению каждой кальпы, которая длится 4 миллиарда 320 миллионов земных лет, из тела мудреца выпадал один волосок. Царские советники Брахманы были счастливы встретить прославленного мудреца. С радостью в сердце они выразили ему почтение, совершив множество поклонов. Плененные великой личностью и святостью Ламаши Риши, Брахманы сказали, «О, великий Риши, только благодаря огромной удаче мы смогли увидеть тебя». Ламаши Риши пригласил Брахманов сесть и сказал, «О, Брахманы, милостиво откройте мне, зачем вы пришли сюда и сейчас поклоняетесь мне? Я сделаю для вас все, что смогу, ибо я избрал путь служения Богу, и у меня в жизни нет иного предназначения, как только помогать другим. Воистину!» Служа Господу Вишну, Ламаши Риши обрел все добрые качества и стал святым. Старший из Брахманов ответил, «О, просветленный, ты подобен Господу Брахме, и во всем мире нет большего мудреца. Мы пришли, чтобы ты помог решить серьезную проблему нашего царя Махиджита. Царь уже в летах, но у него нет сына, хотя воистину он хороший правитель и заботится о нас, словно бы о своих детях. Нас очень печалят проблемы царя. Уже давно мы совершаем паломничество и аскезу в лесу, чтобы помочь своему царю. Но вот мы обрели Даршину с тобой, а если удается увидеть великого святого, то сама эта Даршина исполняет все желания просящего и делает успешными все его благие начинания. Поэтому мы смиренно просим тебя помочь нам, подсказав, как царю заслужить сына». Выслушав Брахманов, Ламаш Ириши на мгновение погрузился в глубокую медитацию и увидел прошлую жизнь царя. Затем он сказал «В прошлой жизни ваш царь был торговцем. Он ездил по деревням со своими товарами, продавая их. Но, считая нажитое богатство недостаточным, он стал совершать греховные поступки». И вот однажды в полдень на Двадаши, день, следующий за Икадаши, этот торговец переезжал из одного селения в другое, везя свой товар. В пути он испытал сильную жажду. На краю деревни он увидел прекрасный пруд с прозрачной водой. Торговец нетерпеливо подбежал к этому пруду, желая напиться. И в этот же момент туда подошла корова с новорожденным теленком. Из-за жары они тоже испытывали сильную жажду, но как только они начали пить, торговец грубо оттолкнул их и начал пить сам. «Это оскорбление коровы и теленка привело к тому, что теперь у вашего царя нет сына. Но добрые дела, совершенные им в предыдущей жизни, дали ему возможность стать царем мирного царства». Выслушав святого, брахманы спросили, «О, Риши, мы слышали из вед, что можно избавиться от кармических последствий, совершенных в прошлом грехов, делая благие дела. О, будь добр к нам и дай нам наставление, что делать царю, чтобы разрушить свои прошлые грехи. И, пожалуйста, благослови царя на рождение наследника». Ламаши Риши ответил, «В светлой половине месяца Шравана есть Экадыши, называемый Путрада, что переводится как «дающий сына». Этот Экадыши также известен под названием Павитра, что переводится как «святой». В этот день царь и все вы должны поститься и бодрствовать всю ночь, строгое следуя правилам и предписаниям для Экадыши Враты. Если вы последуете моим наставлениям, царь вскоре обретет хорошего сына». Затем, в два дыши, на следующий день после Экадыши, вы должны передать все плоды следования Экадыши Врате своему царю, сказав перед алтарем, что отдаете все плоды Аскезы царю. Брахманы, советники царя, были очень рады получить эти наставления. Они поклонились и сердечно поблагодарили мудреца и отправились домой. Когда стал близиться Павитропана Экадыши, брахманы научили царя и всех жителей царства, как соблюдать этот Экадыши. И в день Павитропана Экадыши, царь, брахманы и все жители царства строго постились, бодрствовали всю ночь, и на следующий день в два дыши все подданные царя передали свои заслуги от соблюдения Экадыши царю. И благодаря этому царица вскоре забеременела и родила в срок прекрасного сына. Завершая свой рассказ, Кришна сказал, О, Ютхи Штхира, таким образом этот Экадыши стал называться Путрада, дарующий сына. И каждый, желающий счастья в этом мире и в следующем, конечно же, должен поститься в этот день, избегая зернобобовых. История о Павитропане Экадыши поведана в Пхавишья Пуране. Дорогие друзья, большое вам спасибо, что смотрите истории об Экадыши и ведические истории. Пишите комментарии и задаете вопросы. Это позволяет мне улучшить мое служение вам. Желаю вам благословенного Экадыши, чтобы все ваши духовные и материальные желания исполнились, а все ненужное очистилось и ушло. Благодарю вас за подписку, за пожертвования и за лайки. Все это очень вдохновляет. Я очень благодарна вам за отклики, за ваши теплые слова. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok